Друзья, слава Господу! Слава Богу за это благоприятное время, что мы все вместе, с нами наши дети, наши внуки, мы так мирно и тихо прославляем имя Господа. Пару недель назад мы как встречали Новый год. Я так сидела и вспоминала, как мы однажды встретили 1984 год. Я хочу рассказать. Это было 31 декабря. Мы тогда, у нас не было молитвенного дома, мы собирались по домам. Пригласили гостей, очень много молодежи пригласили из Горловки, из Никитовки, из Дзержинска. И Леня должен был их поехать встретить и перевезти на собрание. В 6 часов вечера приехала моя сестра. И они вместе с Леней уехали в 8.30, поехали на автовокзал, на железнодорожный вокзал встречать гостей. А я осталась дома. У меня тогда было трое маленьких детей, я в 4-м ходила. Он уехал, я поубирала все и вынесла в калидор кастрюлю. Я смотрю, подъехал автобус. А мы же и так угловой был дом, калитка была так с одной стороны, а автобус подъехал с этой стороны. Я смотрю, включился свет в автобусе, полный автобус милиции, человек 15. И они так, дверь открылась в автобусе, и они так начали выбегать, так весело, так смешно, такой у них разговор такой веселый. И я смотрю, они направляются к калитке нашей. Ну, я все поняла, зашла в хату. И так говорю, Господи, помоги и защити, и ну помилуй. Я не знаю, что впереди. А детям говорю, дети, не бойтесь, сейчас милиция придет. А дети были, старшенькая была 5 лет всего, а те были меньше. Калитка открылась, они зашли, знаете, постучали в дверь. Я спрашиваю, кто? Они говорят, советская милиция. Говорю, мы милицию не вызвали. Они говорят, открывай, кого ты там прячешь? Говорю, у меня никого нет. Открывай, к тебе кто-то приехал, кого ты там прячешь? Говорю, у меня никого нет. Они начали сильно стучать в дверь. Говорю, открывай. Или мы ему, это... Я говорю, никого у меня нет. И они уже настоятельно начали стучать. Настоятельно. Открывай. Я говорю, я не знаю, или это милиция, или это какая-то банда приехала. Они поснимали свои фуражки. Это у меня занавесочки на окнах были. И они сверх этих занавесочек показывают свои фуражки милицейские. А кто показывает удостоверение? Это как драйвер лассенс. Ихняя фотография, и ихняя фамилия, и все. И они мне сверх этих занавесок показывают мне свои фуражки, показывают все. И стучат, открывай. И при чем сильно стучат? Я говорю, мужа, они дома, я не открою. Они начали сильно стучать в окна и в двери. И говорят, открывай, иначе мы тебе взломаем дверь и сделаем варфоломеевскую ночь. Я не знаю, что это такое варфоломеевская ночь. И они так сильно стучат. Я говорю, привезите мне секретаря гористполкома. Это была женщина. Я говорю, я тогда вам открою. А так я не открою. Но они уже так сильно начали стучать. Они сказали, что она занята. И так сильно начали стучать. И говорят, мы тебе сейчас взломаем дверь. И они ногами начали сильно выбивать дверь. А некоторые в окна стучат. И настолько сильно, что уже стекла дрожат. И думаю, господи, еще раз и стекла прилетят. И дверь выломается. Дети сильно расплакались. Они так схватили за меня. И так испугались. И мне нужно детей успокоить. Мне нужно с ними разговаривать. А внутри вот так все прям в небо летит молитва. Господи, защити и сохрани. Но они уже настолько сильно начали стучать. Настолько окна дрожат. Дом весь дрожит. Потому что они уже ногами начали дверь выламывать. Думаю, господи, ну помоги мне. Ну что мне делать? Я не знаю. Как на распуте стою. А потом я так вспомнила, что в то время в Москве был создан комитет советских женщин. Они, ну как за права женщин заступались. Тогда трое детей. Это считалась уже многодетная семья. И я им тогда говорю, хорошо, я завтра же напишу в Москву в комитет советских женщин, как советская милиция, поступать с многодетной и беременной матерью. Они тогда сразу перестали стучать. Сразу перестали, но не начали между собой что-то разговаривать. И потом они мне говорят, ну ладно, повключай свет во всем доме, пооткрывай шторы, чтобы они видели, что у тебя никого нет. Думаю, ну это я сделаю. И знаете, так подхожу к окну, открываю шторы, а их там 15 человек настолько злые, настолько сердитые. И у меня так еще в голове, у меня так прошла такая мысль, говорю, господи, стая голодных волков. Мне так стало страшно, знаете. Дети кричат, так вцепились за меня все. И пока я так во всем доме прошла, включила свет, открывала шторы, они вот так вот вокруг всего дома так обошли. А была кладовка, и там не было света. А я не включила свет. Они говорят, вот видишь, кого ты там прячешь. Говорю, это кладовка, там нет вообще света. Нет, и там кого-то прячешь. Мне пришлось тогда открыть дверь с кухни, чтобы свет осветил, что они не увидели. Мы увидели, что там никого нет. Ну они так посмотрели, что никого нет, развернулись и уехали. Это уже было 10 часов, они целый час вот так стучали. Так, ну, целый час был. Они уехали, я так помолилась с детьми, приутешила их, положила их спать. А сама потушила свет во всем доме, встала у окна. И мне так слезы текут. Я говорю, господи, благодарю тебя, что ты сохранил. Стою в этого окна, в котором только что дрожали стекла. Только что так кричали сильно дети. Господи, благодарю тебя, что ты сохранил меня. И думаю, ну они пошли, они найдутся здесь в собрании. Они перепишут, они разгонят всех. Думаю, Леня сейчас придет, его перепишут, он придет. И я стою в окна уже 12, уже час, и уже 3 часа ночи, его нет. Думаю, господи, переписали и забрали. И что я буду теперь делать? И у меня так слезы катятся. Я так всю ночь промолилась, стоя в окна. Знаете, я уж в 7 часов утра приехал. Я говорю, а мы, когда он уже встретил гостей, и они шли на собрание, то уже оттуда друзья шли, которые их переписали. И они говорят, уезжайте, говорит, ну не идите на собрание, потому что там милиция. И они так поехали в другой город на электричке, и там встретили Новый год. А я Новый год, друзья, встретила. Стоя в окна, в молитве и в слезах. Другое свидетельство расскажу тоже. Когда мы купили дом, мы их решили сделать на воселье. Пригласили тоже гостей, очень много, с Донецкой молодежь, все. Ну, гости приехали. А мне еще приходили гости, сестры приходили пожилые, траву в огороде порвали, позаметали, там, поубирали. Три дня приезжали, помогали мне варить, там, жарить, парить, все это делать. Знаете, пришло воскресенье, когда приезжало, приезжало очень много гостей. Уже, наверное, сейчас, как собрание, шло, я смотрю, подъехало. Много машин милицейских. Приехала секретарь, говоришь, с полкома. И она заходит так, милиции много, кто во дворе, кто за двором. А четыре милиционера, это секретарь, говоришь, с полкома, зашли в дом. И она так строго говорит, кто хозяин дома? Леня говорит, я. Она говорит, что это у вас здесь за сборище такое? Леня говорит, не сборище, это собрание. У нас сегодня новоселье, мы купили дом, и у нас сегодня новоселье. Она говорит, прекратить все. Сейчас работники милиции вас перепишут и всем оставить этот дом. Я говорю, ну, все люди покупают дом, все делают новоселье, вы же никого не разгоняете. Она так серьезно, так загрозно мне говорит, я хозяйка города, что хочу, то и делаю. Знаете, а работникам милиции переписать и всем покинуть этот дом. Ну, может, с Леней начали просить, ну, вы не разрешили провести нам собрание, ну, разрешите нам хотя бы покормить гостей, мы же столько готовили, сколько. Она разрешила. Ну, разрешила, всех переписали, все люди, ну, все друзья сели за стол, и молодежь начала петь. Она так громко говорит им, прекратить. Ну, перестала молодежь петь. Одна сестра молодая встала, начала стих рассказывать. Она говорит, прекратить, ну, довольствуйтесь тем, что я вам разрешила сидеть еще за столами. И так она быстро-быстро всех подгоняла, и всех так быстро выгнала. Но только мама, маму начала выгонять, мама говорит, я никуда не въеду. Я приехала к детям в гости, и вы мне ничего не сделаете. Но не на ее так серьезно и строго. Мама говорит, вы мне ничего не сделаете. И развернулась и пошла на кухню мыть посуду. Друзья, я говорю, что было время, и оно не всегда так было. Друзья, мы живем в этом мирное время. Мы здесь в Америке, вот лично мы уже 31 год. И не всегда, друзья, так будет. Мы не знаем, что ждет нас завтра. Господь много раз, много раз предубеждал, что внезапно, внезапно поменяются законы, поменяется все. Я помню, когда мама рассказывала, она была подростком, и говорит, был день, был день, когда было все обычно, все было так, как всегда. И, как обычно, пошли спать. Но в 4 часа утра, она говорит, все радио, все вот эти колокола, но она в деревне жила, там, ну, где это самое, на школе, и на, где там все начальство сидит, рупора какие-то были, как, не знаю, громкоговорители, или как, то она говорит, все радио, и все вот эти рупора били тревогу. Началась война. Это был 41-й год. Она говорит, в один день, в один день абсолютно все поменялось, когда люди были в панике, когда начали вызывать всех и забирать мужей, и братьев на войну. Друзья, мы в этом верно время. Благодарение Господу. Я не хочу никого бугать, но я говорю, что Бог много раз предупреждал и говорил. И будем благодарны Господу за это мирное время, что мы все вместе, дети, внуки наши, мы мирно приехали и мирно проводим наше служение. Пусть Господь каждого благословит и сохранит высшие благословения каждому.